День всем выпала Руна Манас и Дагас на 1 апреля. Это 1 апреля, как раз суббота, а второе число у нас вербное католическое воскресенье. И 1 апреля это день обманщика, день морока и в то же время это поворот, я считаю, очень сильный. Я помню, мы когда занимались конным спортом и занималась, мы всегда 1 апреля выходили на грунт, как называлось, на улицу с манежа. Для нас это было очень большое событие. Земля оттаивалась, всегда было солнце. Сейчас как-то погода меняется, то давно бабочки, то снег. Нам выпала Руна Дагас и Манас. Это очень, кстати, похоже. Вот такое освобождение. У меня вот такое ощущение, что это в конце туннеля обрежет свет. После ночи приходит день нам всем, так как Манас это еще и все человечество, его путь, то путь все-таки выбран светлый, ко дню. И меня это очень порадовало. Это день. Мне падали все время перевернутые руны, стопор. А сейчас это день, это какое-то движение. Но и в то же время, куда движемся. Куда мы движемся, это вопрос. Каждый движется в свое. Это просто пока свобода выбора какая-то у нас появится. То есть есть надежда, что через какой-то момент у нас появится больше свободы выбора, больше покоя, больше уверенности в себе. И еще это знак резких действий. Резких действий всего человечества. Это не только покой и свет, это еще назначает резкие действия. Люди увидят истину. Фрейр считает, что люди увидят просто истину. Действия их могут быть после этого очень непредсказуемы. Они вдруг увидят, что все разорились, что пришел кризис. Пока все воевали за национализм или за что-то поддерживали, пришел глубокий кризис. Это освещение просто информации. Так как руна черная, это освещение информации. Все увидят правду вдруг. И каждый покажет. И еще Фрейр говорит, что каждый покажет свое лицо. Вот что-то. Это не совсем. Это день, да. Но день в смысле того, что все увидят ясно и четко, что случилось, что произошло, от чего и почему. И для чего. Вот такое. Снимут маски. Придет прозрение. Ну и все увидим лица друг друга. И поймем, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться. И с кем, наоборот, нужно общаться. Вот такое получился расклад. Прозрение. Ну, это прозрение, это тоже очень хорошо на самом деле. Потому что мы брели во тьме. Не знали, что нам делать. Большинство. Куда пойти, куда податься. Вот сейчас мы увидим. И рано или поздно придем к своей цели. Дагаз все-таки обещает, что мы к своей цели придем. Но какое-то время потребуется. Потому что Манас, это просто наше усилие. Идти к свету. Он не обещает благополучного конца, как Дагаз. Но Дагаз все-таки говорит, что мы придем к благополучию. Ну, вот на этом я прощаюсь. На сегодня все. Дагаз все-таки обещает.